Здравствуйте, Юрий! Буквально вырвали вас из репетиционного процесса. Спасибо, что нашли минутку. Сейчас вовсю идет подготовка к новой премьере, которая вот-вот уже прогремит в нашем театре. Не знаю, прогремится. В любом случае это будет нечто новое, потому что и формат необычный будет в декорационном цеху. Вот расскажите для начала, почему именно так это будет происходить? Скажем так, это запрос от театра в декорационный цех. И у меня было несколько идей по поводу материала, который может происходить здесь у вас в этом театре. И именно для этого пространства, на мой взгляд, максимально подходит именно утина охота. Подходила на тот момент, когда шло обсуждение материала, максимально подходила утина охота. То есть это так срослось пространство, то, что у меня было, скажем так, в идеях поставить в ближайшее время. Театре охота – это вот та пьеса, которую я сейчас, ну, до начала постановки, был максимально в материале, скажем так. Вот. Которое меня максимально будоражило. Ну, в общем, бывают такие материалы у режиссеров. Ну, так все сошлось. То есть это уже не давно у вас зрела мысль о том, что утина охота нужно поставить. Хотелось бы вам поставить. Ну, да, 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 да. Почему декорационный цех? И всегда ли будет спектакль, можно увидеть именно в этом пространстве? Ну, технически премьера там, потому что на планшете сцены это будет сделать... Невозможно ее будет какое-то время играть, потому что там начинается ремонт, да? Вот. А потом мы перенесем на планшет сцены. То есть это все равно будет... Останется малая форма, то есть зрители будут сидеть на сцене. И тем самым вовлечен в пространство игры актеров. Ну, да, да, да. Ну, это автоматически происходит, да. И некая магия, я думаю, будет присутствовать, но в то же время мы с вами уже до начала записи поговорили о том, что это будет минимализм. Почему вы выбрали именно такой стиль постановки? Ну, это связано с несколькими вещами. Ну, во-первых, работа актеров, да, скажем так, способ существования актеров в этой пьесе, он, скажем так, ну, не очень, необычный для советской пьесы. Вот. Потому что эта пьеса была, скажем так, на то время, когда она была написана, это была пьеса «Новые волны», да, совсем про других людей, которые... про которых пьесы, ну, собственно, не писались в Советском Союзе, да, это «Новые герои», вот. И я... Идея в том, что играть ее нужно, да, артистам совершенно не так, как ее могли бы поставить, вот, в Советском Союзе, да, а как-то по-другому, да, ну, исходя из смыслов пьесы, то есть там очень много нагромождений различных пластов, да, глубины его этой пьесы, да, она очень непростая, как оказалось, да, то есть я и задумывал, что это будет непросто по смыслам, да, а вот когда при работе с артистами, да, нам оказалось еще сложнее, да, вскрыть какие-то моменты в работе, да, над ролями, над сценами, над спектаклем, в целом, да, вот над ощущением спектакля, это очень непростая задача, и поэтому... Поэтому акцент, да, он сместился еще до начала постановки в сторону артистов, да, с помощью их... в сторону их существования, нежели какая-то визуальная картинка. Хотя там визуально все равно будет создаваться атмосфера, да, там будет присутствовать видео, да, ну, как-то... Я же придумал видео в театре, да, но все равно как-то. Вот, то есть для меня в этой постановке, да, оно как бы очень органично вписывается в то, что происходит, да, и по смыслу это там соединяется, вот. И минимализм, да, который у нас присутствует, он подчеркивает условность, скажем так, всей постановки. Условность и метафоричность и внутренний конфликт персонажей, о котором и как раз писал Вампилов, если я правильно понимаю. В то же время вот зрители наши, рязанские театралы, которые уже видели вашу «12-ю ночь», знают, что ожидать от вашей постановки можно чего-то такого необычного, это некий другой театр, не тот, к которому мы привыкли. Помимо того, что это будет минималистичная постановка малой формы, что еще такого вашего, именно вашего будет привнесено в спектакль? Ну, условный театр придумал не я, скажем так, да. То есть условный театр – это, значит, сцены, вообще весь спектакль идет не таким прямым разыгрыванием текста, таким ненатуралистичным ходом, скажем так, не совсем реалистичным ходом, да, идет спектакль. Хотя вроде там они говорят текст, да, все, актеры как-то играют, да, но каждая сцена, она выглядит, во-первых, по-разному, да, ходы отличаются, где-то пересекаются, а где-то отличаются. Ну вот, не знаю, условность театра, да, не я придумал, но какие-то условные ходы, да, я разрабатывал для себя еще в предыдущих постановках, да, и сейчас вот они для меня, скажем так, явились… Воплотились. Да, воплотились в наибольшее, ну, как это сказать, ну, то есть они заиграли с теми красками, которые я вот ожидал от них, да, от этих, от этой условности, да, хотя я не знаю, то есть я смотрел достаточно спектаклей других режиссеров, вот, да, но я все равно стараюсь придерживаться чего-то своего, хотя мы все вращаемся в какой-то в одной театральной атмосфере, да, вот, и мне, конечно, от этого тоже не отойти, вот, но и тем не менее, понятно, что это что-то свое, я все в эти, в эту условность, да, я не буду сейчас раскрывать, как это, потому что, ну, это сейчас будет… Да, здесь придет и увидит, да. Да, здесь придет и увидит, а сейчас это будет, как бы, спойлер какой-то, да. Хотелось бы еще, может быть, вы свою, скажем так, техническую сторону процесса приоткроете при вот таком сложном драматическом произведении, и при том, что акцент смещен на игру актеров, конечно же, к актерам тоже высокие требования у вас, как у режиссера. Как, скажете, справляются ли они сейчас с поставленными вами задачами? Ну, это очень такой тяжелый процесс, на самом деле, вот. Достаточно возникало на первых стадиях недопонимания, и сейчас оно возникает, мы пытаемся разобраться вместе с ними, вот. Вот, не могу сказать, что это такой болезненный процесс, да, но, тем не менее, в спорах рождается истина. Вот. Это, ну, такой, ну, серьезный. Мы пытаемся какие-то глубокие вещи выкопать из сцен, чтобы они… Я еще очень не люблю, как бы, показывать артистам, что надо делать. Вот. Мне важно так построить процесс репетирования, чтобы артист самостоятельно выходил на какие-то проявления, на вещи, вот. Потому что они в этом случае, ну, для меня, да, получаются наиболее точными, да, наиболее попадающими, вот. Нежели я сам покажу, как вот ты сделай так, и все. А это, ну, получается, я на сцене в виде другого артиста, вот. А это же тоже живой человек, мы же это не отменим, они же не машины, поэтому это долгий процесс. Я думаю, что он будет происходить, вот этот процесс поиска все же, как же это должно вот так решиться, вот этот тот или иной момент, да, оно будет происходить прямо до премьера, мне кажется. Возможно, даже и после, вы же будете и после репетировать. «12-я ночь» вызвала массу обсуждений в обществе любителей театра и в СМИ, и даже была организована встреча с составом людей, которые работали. Я думаю, что после «Утина охоты» такое же желание возникнет и у журналистов, и у зрителей, возможно. Как вам тот опыт, когда обсуждали «12-ю ночь» вот с нами, с представителями СМИ, как вам этот опыт? Интересно ли было отвечать на вопросы журналистов? Были ли для вас какие-то, может быть, вопросы, которые, скажем так, заинтересовали вас? Повторили бы вы такой опыт после «Утина охоты»? Да я не против. Мне было интересно, конечно, да. Скажем так, там были, насколько я помню, там были и вопросы, и были высказывания, да, на которые я тоже отвечал. Не то, что мне приходилось, но мне было интересно ответить на это высказывание, да, по какой-то музыке я отвечал. Ну, в общем, да, такой формат, он был для меня впервые за много постановок, не в этом теме, вообще в России. Вот, ну, это интересно, да. Учитывая ваш нынешний рассказ о том, что «Утина охота» будет таким условным спектаклем с массой глубоких, актуальных поныне тем, хотя написана пьеса в далеком… 68-м. Я думаю, что зрителям будет интересно потом пообсуждать с вами, надеюсь, что еще и после спектакля обязательно с вами увидимся. Ждем 3 мая премьеры. Спасибо вам, что нашли время в своем репетиционном процессе, чтобы с нами встретиться. Спасибо вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова